Метаболическая навигация в хирургии опухоли головного мозга Это было применено еще Амуром в 1948 году в Соединенных Штатах В 70-х годах в нашей стране профессора Сербиненко, Самотокин проводили аналогичные работы, но уже с селективным окрашиванием опухоли, с использованием различных красителей Для чего необходимо использование амилитаболической навигации? Это позволяет увеличить радикальность операций в хирургии злокачественной глема Это доказано на большом материале, в работах Штумера, ВАЛе Вы видите на этом слайде, при использовании флюоресценции в группе пациентов, которые были оперированы с использованием этого метода Статистически значимо увеличивалась 6-месячная выживаемость И радикальность удаления контрастно-капливающей части глиобластом при использовании флюоресценции Также значимо увеличивается по сравнению с резекцией только в белом свете за счет лучшей визуализации границ опухоли На этом слайде вы также видите сравнение радикальности операций с использованием и без использованием флюоресценции Вы видите, что статистически значимо радикальность увеличивается практически в 2 раза Удаление контрастно-капливающей части глиобластом Как влияет? Соответственно, помимо влияния на радикальность увеличивается и общая выживаемость пациентов при использовании флюоресцентной диагностики У пациентов с глиобластомами вы видите, что это доказано на нескольких сериях пациентов Увеличивается общая выживаемость также статистически значимо Вы можете видеть это на этом слайде Поскольку наша лекция ограничена во времени Я буду затрагивать только самые важные аспекты данной темы На этом слайде вы видите направление научных исследований При изучении флюоресцентной диагностики в нейронкологии в настоящее время Прежде всего, я уже говорил, что начиналось изучение флюоресцентной диагностики со злокачественной глиом Однако в настоящее время уже метод применяется и при других гистологических диагнозах Это и доброкачественные глиомы, и менингиомы, метастазы, эпидемомы, нейроцитомы, детские опухоли, спинальные опухоли и так далее Помимо использования флюоресцентной диагностики, она сочетается сама по себе Может использоваться изолированной или в сочетании с другими методами Ультразвуковыми, нейронавигационными системами, методами нейрофизиологического контроля При локализации опухоли вблизи функционально значимых зон Более точное накопление протопроферина, метаболита, который мы видим, свечение которого мы видим Возможно с использованием техники спектроскопии, о чем мы будем говорить ниже Из применения дополнительно используются другие оптические системы, эндоскопы с флюоресцентными модулями А если операционный микроскоп не имеет флюоресцентного модуля, то существуют различные приставки внешние Так называемые экзоскопы, которые позволяют заменить флюоресцентные модули Применение двойной метаболической навигации в сочетании, например, использования флюоресценции с аминоливуленовой кислотой и флюоресциина Или аминоливуленовой кислотой и эндосианина Безусловно, интересная молекулярная основа флюоресценции для того, чтобы понимать, почему некоторые опухоли не светятся Или наоборот светятся Вы видите на данном слайде работы, в которых указано применение флюоресценции при различных типах опухоли головного мозга Глиомы, менингиомы, метастазы и так далее При каждом из этих типов метод флюоресценции активно внедряется и используется Пионерами применения спектроскопии в нашей стране были авторы, работающие в Институте общей физики имени Прохорова Которые разработали лазерные спектрометры Ими мы используемся в настоящее время в наших операционных И на эту работу получен патент Здесь вы видите клинические примеры использования флюоресцентной диагностики У пациента с глиобластомой, злокачественной опухоль, правой лобно-теменной области, а ярко накапливающая контраст Вы видите ее активное свечение во время операции МРТ-контроль после резекции Патальное удаление контраста накапливающей части опухоли Во время операции применялась лазерная спектроскопия Вы видите, что внизу показаны кривые накопления протопрофильной 9 в различных участках опухоли Сначала эти кривые имеют очень высокие пики накопления Потом постепенно эти пики снижаются Также очень интересным представляется использование флюоресцентного контроля при стереотоксических биопсиях Вы видите на данном слайде стереотоксическую конюлю, соединенную с волокном спектрометра Что позволяет одновременно контролировать метаболическую активность, забираемую на биопсию ткани На этой конюлю также получен патент Здесь мы с вами видим пациент со злокачественной глиомой левой лобной доли Интероперационной фотографии в белом, в синем свете Активная яркая флюоресценция опухолевой ткани До операции пациенту выполнена функциональная магнитно-резонансная томография Поскольку опухоль вблизи речевой зоны, картированной речевой зоны, операция выполнялась с пробуждением Здесь подозначен наш суммарный опыт Всего мы за 10 лет прооперировали 479 пациентов с флюоресценцией Из них подавляющее большинство были глиомы grade 3-4 Но также в нашей серии были пациенты с менингиомыми метастазами Какая особенность флюоресценции глиальных опухолей? Если мы сравним чувствительность и специфичность флюоресценции лазерной спектроскопии в хирургии глиом Мы с вами видим, что при использовании только флюоресценции, оценивая через микроскоп Чувствительность и специфичность метода ниже При дополнении ее спектроскопии чувствительность повышается практически на 10% За счет более точной визуализации, за счет более точного анализа накопления протопорфирина В спектроскопии более чувствительный метод Ну и оценка видимой флюоресценции через микроскоп Также почти 80% случаев в хирургии глиом на пластических и глиобластом имеется эффективность Какие факторы коррелируют с видимой флюоресценцией? Что влияет на ее наличие в время операции? Прежде всего это грейт опухоли, чем выше грейт, тем более ярко будет светиться глиома Это наличие контрастирования на МРТ Больше накапливается контраст на МРТ, ярче светится опухоль Размеры опухоли и наличие факта продолженного роста опухоли Также статистически значимо коррелируют с флюоресценцией Не коррелируют возраст пациента, наличие кист в опухоли Прием антиконвульсантов, противотечных препаратов И заболевания желудочно-кишечного тракта, которые препятствуют всасыванию препарата Поскольку препарат принимается за 2 часа до операции Пероз Здесь мы с вами видим пациент с глиобластомой, правой лобной доли Вы видите дооперационное МРТ Объем опухоли до операции почти 40 кубических сантиметров Выполнена флюоресентная диагностика И в первые сутки выполнен МРТ-контроль После удаления опухоли мы видим тотальное удаление контрастно-капливающей части Остаточный объем отсутствует контрастной части Здесь мы с вами видим пациент с продолженным ростом глиобластомой, левой лобной доли Пациента до данной операции выполнялось 2 года назад Предыдущее оперативное вмешательство Выполнялась радиохимиотерапия Особенность этого случая в том, что у пациентов с послучевыми воздействиями Может наблюдаться свечение опухоли Не только самой опухоли, но и зон послучевого воздействия То есть мы видим первую картинку яркой флюоресенса Потом флюоресенса становится бледнее И вот если у пациента имеется продолженный рост То вот в этой бледной светящейся ткани может не быть опухолевых клеток Это может быть зона, после чего некроза Сочетание флюоресенции с методами нейрофизиологического контроля Позволяет оперировать больных с опухолями функционально значимых зон Эти два метода взаимно заполняют друг друга И мы с вами видим пациент с пробуждением Оперирован с пробуждением Локализация опухоли вблизи речевого центра Использован нейрофизиологический контроль Флюоресентная диагностика Картированы корковые зоны речи Во время удаления опухоли с пациентом Непрерывно осуществляется речевой контакт Производится тестирование речевой функции Что позволяет ее защитить и сохранить Какие особенности флюоресенции доброкачественных глиом? Раньше считалось, что доброкачественные глиомы не флюоресируют И что метод флюоресентной диагностики Может использоваться только в хирургии злокачественных глиом Однако на основании наших данных Почти у 47% пациентов с доброкачественными глиомами Отмечалась в той или иной степени флюоресенция Иногда она была очень слабая Чаще всего Реже она была более яркая Гомогенная И тем не менее Все-таки в некоторых пациентах Этот метод срабатывает Вот здесь мы с вами видим два клинических примера Пациентов с глиомами Грейт 2 Это в первом случае астроцитома Во втором случае олигодендроглиома Мы с вами видим ярко светящийся лоугрейт глиома С диффузным свечением Но более часто наблюдается фокусное свечение Когда светится какой-то небольшой фрагмент доброкачественной глиомы Из него удобно выполнять прицельную биопсию Поскольку в этом месте доказано Выше Статистически выше КИ-67 И мы берем с вами из всей массы опухоли Наиболее ее агрессивный участок на биопсию Здесь мы с вами видим клинический пример Использования флюоресенса Пациента с доброкачественной Грейт 2 Астроцитома Левой лобной доли Опухоль находится непосредственно В зоне речевого Корково-речевой зоны Мы с вами видим позитронную миссионную томографию С метионином Индекс накопления 1,5 единицы Построены пирамидные аркуатные пучки Выполнено функциональное МРТ Обозначен центр брака Здесь мы с вами видим проведен Нейрофизиологический контроль Уже интероперационные фотографии Коортирована корковая зона речи Опухоль ярко флюоресирует Поскольку она еще и выходит на кору Мы с вами видим это в самом начале операции Флюоресенса Интенсивную И маркером обозначен двигатель на корковую зону руки Биопсия это опухоль Это диффузная астроцитома Грейт 2 И ДН1 положительная Интрооперационные фотографии И во время резекции Выполнялась Поскольку у нас опухоль Контактирует Непосредственно с речевым центром Была хирургия с пробуждением Пациент оперирован в сознании Предъявлялись речевые тесты Мы с вами видим Что в глубине операционной раны На дне белом веществе поставлены маркеры Поскольку во время операции В зоне работы Уже в белом веществе На границе опухоли с интактным мозгом Отмечались речевые нарушения Возникли парафазии На наш взгляд это было обусловлено тем Что опухоли инфильтрированы Комплекс верхнего продольного Ракуатного трактов Резекция была остановлена И этот пример демонстрирует нам Важность помимо понимания Анатомии корковых функционально значимых зон Важность понимания Анатомии проводящих путей белого вещества Здесь вы видите анатомические препараты Выполнены диссекцией По клинглеру препаратов мозга Кадаверных препаратов И мы видим с вами Что анатомия длинных ассоциативных трактов Необходима нейрохирургу При операциях при внутримозговых опухолях МРТ-трактография пациента После операции мы с вами видим Сохранность пирамидного и эркуатного трактов У пациента после операции Отмечались транзиторные негрубые речевые нарушения Но к моменту выпуски речевые функции восстановились Поскольку резекция была вовремя остановлена Пациент проходит лучевую терапию В настоящее время Здесь мы с вами видим клинический пример Локальной флюоресценции При диффузной глиоме Грейт 2 Небольшой участок свечения Индекс накопления Индекс пролиферативной активности КИ-67 Пациента менее 5% Что подтверждает диагноз Доброкачественной Диффузной астрацитомы Грейт 2 Также Какие положительные корреляции Мы увидели при изучении флюоресценции Доброкачественной глиом Четкая корреляция с отсутствием приема Противосудорожных препаратов Если пациент их не принимал То флюоресценция наблюдалась у этих больных Достоверно чаще Поскольку противосудорожная терапия Может снижать флюоресцентный эффект Во время операции Плотность ядер клеток Была всегда выше во флюоропозитивных участках По сравнению с флюоронегативными Так же как и индекс КИ-67 Что подтверждает Необходимость забора При цельной биопсии Именно из светящейся зоны Здесь мы с вами видим Морфологию глиальных опухолей И чувствительность метода Флюоресцентной диагностики При глиомах Грейт 2, 3 и 4 Мы видим, что Самая высокая чувствительность у пациентов С глиобластомами Практически 94% При сравнении радикальности операции При злокачественных глиомах С использованием флюоресценции И интероперационного МРТ Мы видим, что метод флюоресцентной диагностики Не уступает по своей эффективности Именно в хирургии злокачественных глиом Позволяя очень четко визуализировать Опухолевую ткань Кроме того, доказано, что флюоресценция Границы флюоресценции Превышают зоны контрастирования на МРТ Поскольку инфильтративная зона опухоли Она может светиться во время флюоресцентной диагностики Но на МРТ Накопление контраста в этой зоне Может не происходить Поскольку барьер гемотенцифалический В этом месте еще сохранен Это говорит о том, что флюоресценция В хирургии злокачественных глиом Абсолютно точно не уступает По своей эффективности интероперационному МРТ Какие проблемы могут быть преисполнены В флюоресцентной навигации в хирургии глиом Очень редко могут быть повышения уровня Трансаминаз Практически мы это видели в единичных случаях Во время кровотечения В процессе удаления опухоли Да, кровь иногда мешает нам визуализировать флюоресценцию Поэтому не надо использовать флюоресцентную диагностику Именно в момент кровотечения Кровотечение надо остановить И убрать кровь из ложа И после этого оценивать флюоресценцию Также может наблюдаться эффект Бличинга или выгорания При длительной экспозиции свыше 20 минут В синем свете Флюоресценция снижается Поскольку выгорает протопорфирин И остается пока нерешенным вопрос С достаточно низкой чувствительностью При флюоресценции доброкачественной глиом Все наши данные были обобщены в монографии Которая была выпущена в 2014 году Здесь она приведена на слайде Также хотелось бы показать клинический пример Использования флюоресцентной диагностики Пациента с глиобластомой Правой теменно-затылочной области Первый пример интересен тем, что Пациент относится к категории долгожителей Общая выживаемость у данного пациента Составила более 7 лет Первая операция была в 2008 году Потом пациент получил адевантное лечение И в 2015 году В связи с рецидивом заболевания Он был повторно оперирован Вы видите МРТ-контроль После второй операции Тотальное удаление контрастно-накапливающей части опухоли Таким образом, хорошая резекция Может значительно увеличить Общую выживаемость у больного Что касается флюоресценции и менингиом Здесь вы видите суммарный опыт Который обобщен в литературе Менингиома хорошо отграниченная опухоль Поэтому необходимость использования флюоресценции В хирургии и менингиом Подвергается некоторыми авторами сомнению Но на наш взгляд Она может быть полезна для визуализации Остаточных фрагментов опухоли Мелких фрагментов На твердой мозговой оболочке На адвентиции сосудов И суммарная чувствительность метода Флюоресценции в хирургии и менингиом Интракраниальных Почти 90% И немножечко варьирует у разных авторов Достоверно коррелирует Флюоресценция и менингиом Со степенью злокачественности менингиома И не коррелирует С локализацией опухоли С наличием сахарного диабета Который также может влиять на флюоресценцию Приемом противосудорожных, противоотечных препаратов Здесь мы с вами видим Это наша работа опубликована В одном из иностранных журналов Вы видите, что здесь показана Работа посвящена флюоресценциям нигде Мы с вами видим график Который показывает Прямую зависимость между интенсивностью флюоресценции Которую мы оцениваем через микроскоп И показателями лазерной спектроскопии Чем ярче светится обховый микроскоп Тем выше спектр во время операции Четкая линейная взаимосвязь между этими показателями Здесь мы с вами видим клинический пример Конвекситальный менингиома правой теменной области Грейт-1 Мы с вами видим, что опухолевый узел был удален И при инспекции ложа в синем свете Мы с вами видим мелкие остаточные фрагменты Свечения над винтицией сосудов И участки твердой мозговой оболочки Пораженные опухолю Которые, в общем-то, не видны в белом свете Этот участок твердой мозговой оболочки был резецирован Выполнена пластика над костничным свободным лоскутом Здесь мы с вами видим поражение у менингиома кости Внутренняя поверхность костного лоскута Гиперостоз, яркая флюоресценция пораженной кости Что позволяет также визуализировать и пораженную костную ткань Не каждый гиперостоз при менингиоме содержит опухолевые клетки По данным иностранных авторов, наших коллег Мы видим, что больше половины случаев при наличии гиперостоза Опухолевые клетки в этих участках не визуализируются Поэтому, на наш взгляд, при менингиоме Если мы используем флюоресценцию То мы в зоне гиперостоза можем провести дифференциальную диагностику Есть ли там опухолевые клетки или нет Здесь мы с вами видим яркую флюоресценцию при удалении менингиома Еще один клинический пример Пациент с большой крупной менингиомой наружных отделов крыла основной кости слева Яркая флюоресценция опухолевого узла После операционной КТ-контроль Что касается флюоресценции метастазов Наши опыты около 50 метастазов Подавляющее большинство это были метастазы рака молочной железы и рака легкого И при анализе мировой литературы мы видим, что чувствительность флюоресценции при церебральных метастазах Может варьировать от 33 до 100% в зависимости от гистологии Здесь обобщены крупные серии иностранных авторов по флюоресценции метастазов Вы можете видеть опубликованные работы и количество пациентов Имеется четкая связь между флюоресценцией метастаза и локальным рецидивом Если мы после удаления метастатической опухоли делаем это хорошо Максимально удаляя узел То локальный контроль достигается в большем количестве наблюдений Однако при флюоресценции метастазов может быть не специфическое окрашивание в зоне удаленного узла Поскольку вокруг метастаза имеется интенсивный перифокальный отек И в этой зоне может наблюдаться окрашивание интактной мозговой ткани Это особенность Здесь мы с вами видим метастаз рака легкого Клинический пример Предоперационное КТ Послеоперационное КТ Интероперационные фотографии Какие проблемы и перспективы остаются при использовании флюоресценто диагностики? Прежде всего Пока в нашей стране не получил распространение метод использования Неспецифического окрашивания с применением флюоресциина Который еще в 1948 году использовался Муром Может быть было бы полезно иногда сочетание флюоресценции с аминоливуленовой кислотой И флюоресциина одновременно Такая комбинация По данным иностранных авторов Может иметь пользу для пациента Но пока флюоресценция с флюоресцином не получила должное распространение Метод в общем-то применяется в основном в офтальмологии Для диагностики заболеваний сетчатки Следующий важный вопрос Это изучение возможности повышения чувствительности флюоресценции в хирургии Доброкачественный глиом Для этого необходимо исследование ферментов Которые отвечают за синдез протопорфирина Эту работу мы проводим с нашими партнерами из эстетобиологии гена Изучая культуры глиом мозга человека Исследуя методом ПЦР их ферменты И могут быть использованы различные антитела к белкам глиом Вот в частности эта работа демонстрирует применение антител к анексину-43 Для диагностики глиальных опухолей В 2015 году были выпущены клинические рекомендации по применению флюоресценции В журнале вопроса нейрохирургии Вы видите здесь абстракт статьи И в настоящее время также готовятся несколько публикаций Посвященному опыту анализу наших наблюдений С применением флюоресценции Спасибо за внимание